Субтитры сделал DimaTorzok Надежда Горшкова прославилась в 1979 году после главной роли в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К». В 1981 году она снова сыграла главную роль в ленте «На чужом празднике». В 1986 году Надежда Горшкова окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности актриса театра и кино. В этом же году она вышла замуж и уехала в США. После развода актриса вернулась в Россию и снялась еще в нескольких картинах. Чуть позже Надежда Горшкова решила переквалифицироваться из актрисы в кинопродюсера. В 2010 году она выпустила фильм «Ночь длиною в жизнь», в котором, кстати, тоже снялась. С этих пор и по сей день Надежда Горшкова занимается продюсированием кино. 4 ноября 2021 года актрисе и продюсеру Надежде Горшковой исполнилось 59 лет. Юлия Космачева прославилась после небольшой роли Галюни, дочки главных героев, в ленте 1983 года «Белые росы». В этом же году она сыграла главную роль в короткометражном фильме «Абуза». Также она сыграла заметные роли в картинах «Сказки старого волшебника», «Третий в пятом ряду», «Научись танцевать» и в других. Последний раз Юлия Космачева появилась на экранах в 1987 году в фильме «Топинамбуры». Свою жизнь с кино она связывать не стала. Юлия окончила Белорусский государственный университет, где училась на журфаке. После этого она работала на телевидении, вела музыкальные программы, а также была автором и редактором цикла программ «Воскресный вечер» с Валерием Дайнека. 17 декабря 2000 года Юлия Космачева погибла. Обстоятельства ее смерти так и остались невыясненными. Актрисе было всего 24 года. Ирина Иванова стала известна благодаря роли Полины, дочке Павла Зубова, из фильма 1981 года «Мужики». На съемки в эту ленту она попала по счастливой случайности. Ирина пришла на пробы фильма «Приключения электроника». Режиссер искал девочку на роль Майи Светловой. Пробы она не прошла, но ее фотографии заметили и пригласили на главную роль в картину «Мужики». После выхода фильма на экраны на Ирину Иванову буквально посыпались предложения по съемкам. Она отказалась от актерской карьеры. Некоторое время Ирина Иванова работала в ГИБДД, а сейчас живет в Подмосковье и полностью посвятила себя семье. На данный момент актрисе 55 лет. Всесоюзную знаменитость Натальей Гусевой принесла роль пионерки школьницы Алисы Селезневой в фильме 1984 года «Гости из будущего». Эта роль сделала ее чрезвычайно популярной. Письма поклонников шли Наталье даже из-за пределов Советского Союза. Но к обрушившейся на нее славе она оказалась совершенно не готова. Наталья Гусева снялась еще в трех фильмах. «Лиловый шар», «Гонка века» и «Воля вселенной». Такого успеха, какой был у «Гости из будущего», они не получили. После этого кинокарьера Натальи Гусевой завершилась. Она никогда не мечтала стать актрисой, считая это детским приключением. С детства Наталья увлекалась биологией. С 1994 года Наталья стала профессиональным биохимиком и руководила производством иммунобиологических препаратов. В 2008 году, после большого перерыва, она приняла участие в нескольких кино- и телепроектах. По информации, на 2017 год Наталья Гусева ушла с работы и посвятила себя семье. Сейчас ей 49 лет. В кино Татьяна Проценко сыграла всего одну роль, но именно она принесла ей известность. В 1975 году Татьяна появилась в роли Мальвины в советском музыкальном двухсерийном фильме «Приключения Буратино». Сценарист «Приключения Буратино» Инна Веткина специально для Татьяны Проценко написала сценарий фильма про красную шапочку. Незадолго до съемок юная актриса упала с велосипеда. Из-за сотрясения мозга ей не разрешили сниматься в ленте. Роль сыграла Яна Поплавская. В кино Татьяна Проценко больше не снималась. Она окончила киноведческое отделение в ГИКО, стала поэтессой и работала в центре Ролана Быкова. В 2018 году у Татьяны обнаружили рак. После операции ей стало лучше, но вскоре болезнь начала прогрессировать. 19 мая 2021 года Татьяна Проценко скончалась. Ей было 53 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...